Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о святом человеке, который жил 500 лет назад. Но его тело сохранилось нетленным. По телу его, подобно некоторым растущим цветам, разливалась благоуханная мира. Родился преподобный Александр 15 июня 1448 года. В 1508 году ему было явление живоначальной троицы. На земле только два человека удостоились видеть живоначальную троицу, праведный Авраам и преподобный Александр Свирский. На месте явления живоначальной троицы преподобный Александр построил деревянную часовню. Это явилось основанием постройки монастыря. Со всего мира люди съезжаются к одному из чудес света, полностью нетленным мощам преподобного Александра Свирского. Известны многочисленные случаи исцеления после молитвенного обращения к преподобному Александру. Люди восстанавливались от перенесенных травм, получали исцеление глаз, излечивались от туберкулеза, восстанавливались парализованные, излечивались от рака, от кожных заболеваний, от костных болезней. Известны многочисленные случаи, когда бесплодные женщины после обращения к святому Александру смогли благополучно выносить и родить ребенка. Святой Александр помогает во многих житейских скорбях и нуждах. Святой отошел в вечность около 500 лет назад, а тело его пребывает в непостижимой человеческому уму сохранности. Современные ученые, исследовавшие мощи, сделали однозначный вывод. Без применения каких-либо химических препаратов у человека, жившего на русской земле 500 лет назад. Сохранились в нетлении все внутренние органы. Кожный покров. Сохранились ярко выраженные портретные особенности. Тела стали мумифицировать очень давно, еще в Древнем Египте. Однако перед этим у них вынимали все внутренние органы. У Александра Свирского все органы на месте. Мощам около пяти столетий, но даже сейчас. Лицо Александра Свирского сохранилось и имеет схожесть с его изображениями на старинных рукотворных иконах. Более того, нетленные мощи святого старца до сих пор имеют постоянную температуру здорового человеческого тела 36,6 градусов. Мира, которое выделяет тело преподобного Александра ученые брали на анализ и нашли в нем белок. Хотя белок может содержаться только в живых организмах. Современные исследователи удивлялись этому. Вот такое чудо. На этом на сегодня все. В следующий раз я вам расскажу о святом, у которого более 16 столетий сохраняется температура тела как у обычного человека. 36,6 градусов. Растут волосы и ногти, а одежда снашивается. Оставляйте свои комментарии, что вы думаете об этом чуде. А также присылайте свои истории присутствие Бога в вашей жизни. Если вам не понравился рассказ, или вы не верите в Бога, а думаете, что люди произошли от обезьян, то ставьте дизлайк. А если вы человек верующий, и вам понравился рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это очень поможет продвижению канала. Верьте в Бога и уповайте на Него. И Бог вас никогда не оставит. Всем пока.